В районах Чувашии подводят итоги социально-экономического развития муниципалитетов за 2020 год. О результатах работы отчитались органы власти Комсомольского и Ячикского районов. Сельское хозяйство является базовым для экономики Комсомольского района. Основные направления – молочное скотоводство, производство зерна и картофелеводство. Начинающие фермеры активно участвовали в грантовом конкурсе с символичным названием «Агростартап». Старт для многих оказался действительно успешным. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил 100%. Лошади у нас были, но мы решили на семейную ферму грантовую записаться. Записались, все. Дали нам около 5 миллионов сельхозобюджетных средств, свои где-то 40%. Общие 8 миллионов 300. Мы строили ферму и купили лошадей. На сегодняшний день у нас 112 голов. Желание есть производство организовать. Благодаря местным инициативам в прошлом году в районе удалось реализовать 32 проекта, направленных на развитие общественной инфраструктуры. Выполнены работы по благоустройству дворов и тротуаров. В рамках модернизации и развития сферы ЖКХ произведен капитальный ремонт 10 источников водоснабжения. В непростое время органы власти нашли возможность поддержать многодетные семьи, пожилых людей и малообеспеченных. В социальной поддержке за 2020 год охвачено 39% численности населения района. Помощь государства получили 9 390 человек на общую сумму более 196 миллионов рублей. В Яльчикском районе социально-экономическая ситуация прошлого года, несмотря на ограничительные меры, характеризовалась ростом оборота организации розничной торговли и общественного питания. Закуплено 152 единицы техники для сельскохозяйственных предприятий. В рамках национального проекта здравоохранения в 2020 году построен 13-й ФАП в районе в деревне Новая Орланово. Особое внимание здесь уделяется сфере образования. В семи образовательных организациях района к началу учебного года заменены окна. Также проведен капитальный ремонт детского сада «Солнышко» и школы высшего спортивного мастерства имени Арделеона Игнатьева. Внутри здания этот пол полностью заменен на монолит. Он переоборудован под занятие тяжелой атлетикой и гиреевым спортом. Заменена вся сантехника, окна все утеплены, все новые, двери. И также произведен косметический ремонт этого здания. Мы очень надеемся, что у нас здесь вырастут будущие чемпионы республики России. На совещании подняли вопрос и о росте заработной платы. Средняя заработная плата в экономике в целом и в агропромышленном комплексе ниже, чем в среднем по республике. Здесь, конечно, нам нужно чуть потянуться. Хочу напомнить, что методика одна. Зарплата социальных работников сегодня зависит от зарплаты в среднем по экономике в Чувашской республике. Поэтому, чтобы поднять зарплату социальщикам, надо поднять зарплату и, прежде всего, работникам агропромышленного комплекса. Задача на 2021 год – сохранение и дальнейший рост достигнутых показателей, реализация инвестиционных проектов и развитие туризма на территории района. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.